Всем доброе утро! Немножечко я подостала от своего ранее намеченного плана по розыгрышам. Да, я уже говорила, что немножко приболела, тут работа, ну, в общем, куча хлопот. На следующей неделе я улетаю в Польшу, как я рассказывала в одном из видео, поэтому пойдут влоги немножечко о Польше. Я туда, правда, лечу на три дня и обратно. Ну, я прилетаю в Бытгощ, но в Бытгощ, наверное, я не успею поснимать, потому что мы туда прилетим уже около 8-9 вечера, и там поедем к нашим друзьям. Не знаю, как они относятся к съёмкам, может быть, что-то поснимаю, может быть, совсем чуть-чуть. Вот, а потом я поеду, уже на следующий день я поеду в Варшаву, в плана в Варшаве погулять, переночевать, и потом рано утром обратно. Поэтому по Варшаве прогулочка у нас будет, я запланировала. Но там, конечно, как получится, но я очень хочу. Варшава, хоть многие говорят, в Варшаву вообще не стоит ехать, мол, это не старый город, её во время войны разрушили, потом построили заново. Ну, я два раза была в Варшаве, и каждый раз вот всё равно это город крупный, это другая страна, другие люди, и мне всё равно. Я вам скажу, я вам с Прилоки снимала, мне интересно было поснимать какие-то всякие прикольчики. То в Варшаве таких всяких штук гораздо больше. Соответственно, меня воодушевляет. Два раза я была в Варшаве. Один раз мы видели там такой проезд, шикарный замок, я до сих пор не знаю, что это. Может быть, в этот раз я его найду. Ну, посмотрим, как у меня там намечено. Второй раз мы, конечно же, заехали туда в час ночи, и пошли гулять по центру в час ночи. Безлюдно, очень прикольно. И мне понравилось. И с ночной подсветкой у них некоторые объекты очень прикольно освещены, и мне очень понравилось. Вот. Ну, а теперь я планирую погулять, конечно же, при свете дня, и посмотрим, как это будет вообще выглядеть. Ну, и, конечно же, надо будет покушать польского мороженого, потому что оно очень-очень вкусное. Вот. Но возвращаемся к раздаче подарочков. Итак, у меня до сих пор стоит вот этот вот горшок. Мне за него написали. Ну, так как я это всё подзабросила, нигде там не пиарила, не показывала, мне написали за него два человека. И мы среди них проведём розыгрыш. Я сейчас даже не буду показывать этих двух человек. Ну, просто-напросто, чтобы не тратить время, потому что эти два человека и так знают про своё существование, да. И одно дело, когда много людей, и нужно действительно людям убедиться, и совершенно другое дело, когда два человека. Итак, а нумерацию я им так не ставила, так как один человек мне написал на ютубе. Это будет номер один. И второй человек мне написал на клумбе. Нет. На кашалоте. Ну, это когда-то было одно и то же. Вот. Мне написал на кашалоте второй человек. Это будет номер два. Ну, и так как мне хочется всё-таки больше разыгрывать призов. Хочется всё среди большего количества, больше каких-то интересных призов, то, если вы не против, я немножечко себе сделаю более удобный формат для себя, да. Тот же рэндом, тот же всё, только я вобью не два человека, потому что как-то два мне вообще не нравится выбивать. Я вобью сто, точнее, я не вобью, а там, когда обновляешься, всегда 100 высвечивается. Я оставлю 100, и будет первый, третий, пятый. Ну, то есть обозначать, в общем, все нечётные будут обозначать первое число, а все чётные будут обозначать второе число. Ну что, поехали? Итак, мы переходим на сайт Random.org, обновляемся и нажимаем кнопочку Generate. Номер 21, то есть номер 1. Поздравляю вас! Поздравляю! Поздравляю номер 1. Давайте, пишите мне адрес. Да, кстати, номер 1 уже когда-то у меня получал подарок, поэтому напишите мне, пожалуйста, куда отправлять, потому что до этого была новая почта, но я думаю, такой горшок, у меня для него есть только большая коробка, и новая почта, это выйдет очень дорого, давайте лучше отправим другим почтовым сервисам, которым будет вам дешевле это всё получить. Вот, в общем-то, дальше мы будем двигаться, дальше я буду снимать тоже другие ролики о том, что я отдаю, о том, как я расслабляюсь, и, конечно же, немножко о путешествиях. И да, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк этому видео, если вы желаете мне удачи. Я тоже вам желаю всем удачи, даже если вы не нажали лайк, колокольчик или ещё что-то, всё равно я вам всем желаю удачи, потому что чем больше будет счастливых людей вокруг и удачливых, тем будет круче. А когда у всех всё хорошо, то это клёво, это будет такой фон фонить счастьем. Поэтому, да, будем стремиться ещё, да, кстати, одно из моих стремлений — стремиться к счастью. Поэтому давайте будем стремиться к счастью вместе. Всё, всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok